Не рисковать, а большую плотность в обороне создать. Именно поэтому 4 защитника сегодня на поле. Но посмотрим, как будет игра развиваться. Вот сейчас Жирков здорово отобрал мяч и контратаку армейцы переходят. На левую передачу просится. Да. Смотрим, что дальше. Прострел. И гол. Багдерлав. Великолепно. Отличное начало для армейцев. Просто желаю, чтобы продолжали так же. Ивец Олевич. Прекрасный проход по флангу. Передача в штрафную. Но я думаю, что все-таки часть вины должны взять на себя защитники Глазго. Проспали они этот прострел. И бразилец Вагдерлав забивает свой второй мяч за московский клуб ЦСКА в играх и Лиге чемпионов этого сезона. Прекрасное начало. Смотрим еще раз эту комбинацию. Посмотрите, какой проход совершил Олевич. И один защитник против двух игроков ЦСКА остался. Да, и надо сказать, что защитник еще на ближней штанге не сумел перехватить мяч. И немножко коснулся. И продлил полет мяча. И вот Вагдерлав сумасшедший дебют. Хочется сказать за ЦСКА. Две игры, два мяча. Вынуждены армейцы его отходить так далеко. Потому что мяч чтобы получить. А вот сейчас вот это опасно может быть. Нельзя так. Надо, чтобы страховали футболисты армейцев. Сейчас Жирков на стадионе Локомотив. Ерошик будет бить. Да, удар издали. Рикошет! Вот такой удар! Да, ну выручил Штефан Клосс свою команду. Чуть было рикошет, не помог армейцам. Вот сейчас Орвеладзе с мячом. Против него Шемберс. Клуб помогает. Помогает ему сейчас 24 номер. Это Василий Березуцкий. Но все обошлось. Посмотрим еще раз. Да, ну к счастью для шотландцев не очень сильный был рикошет. И успел изменить направление движения. Березуцкий. Одного из братьев Березуцкого. Это Василий помогал. Да. Вот сейчас вот. Да, уж хотелось бы, чтобы сами сидели. Риксон подача. Не получился вынос мяча. Снова Риксон с мячом. Еще одна подача. Ну не дали пробить поворотом Дада Пршо. Я думаю, вполне мог он попытаться. А вот нам повторяют гол. Хорошая передача. По флангу проход. И Вагнер замкнул. А вот радость Валерия Газаева. Скорости превосходит. Особенно левый фланг. Да, здесь 24 номер. По-моему, Виньяль. Уже явно выигрывает у Гусева скорость. Ох, какая ошибка. И... Да, ну... Просил передачу Виньяль. Но явно, конечно, не видел бразилец. Своего партнера по атаке. Нет, даже я думаю, что и не мог увидеть. Посмотрим, что происходит. Потому что... Вот ошибся как раз Виньяль. И тут надо было попытаться сильно пробить. Вот сейчас... Нет, не получилось передачу. Пробить надо. Правильно. Вот, только аккуратно. Надо попробовать что-то сделать передачу. Ох. Неудачную передачу сделал сейчас Содия. Хорошо, что так все закончил. Что-то шотландцы. Хорошая передача на Виньяля. Слева Прошо. Виньяль будет делать навес. Видите, какая опасная передача была. Хорошая левая нога у Виньяля. Но надо уже сделать. Ах, не сумел. Перебросить Бумсонга. Это Вагнер. Но здесь парень должен быть техничный. И посмотрим, что он сделает сейчас. Ах. Мог пробить еще раньше. Мог, да. Или Ерошеку мог сбросить под удар. А вот это опасно. Я думаю, мы бы могли им помочь. Если бы были на трибуне. Но так душой мы тоже с армейцами. И я думаю, что... Вот сейчас аккуратно надо. Василий ошибается. Очень опасно. Арвеладзе. Выпили. Выпили мяч. Не сумели этого сделать. Иначе Ново сравнивает счет. Да вроде уже момент-то закончился. Ёлки-палки. А как же так получилось, что... Не сумели вынести мяч футболисты ЦСКА потом уже. Вроде Акинфеев уже здорово сыграл. Вот, посмотрите. Дада Пршо обокрал защитника ЦСКА. Передача на испанца. Хорошо сыграл Акинфеев. И здесь, посмотрите. Ну, и, можно сказать, немножко счастья было на стороне соперника. Потому что мяч буквально попал в испанца после удара Дада Пршо. Да, но сейчас армейцам надо попытаться забить надо. Теперь уже надо забивать. Ерошек не сумел мяч остановить Жирков. Надо... Удар не получается. У Василия Березуцкого показывает. Армейцам обойдется. Просто паузу своеобразную берет. Защитник дает возможность своим футболистам прийти в себя. И, ну, спокойно довести первый тайм до конца. Мы смотрим еще раз эту голевую атаку глаз Грэйнджерс. Ну, здесь там на Рахимич, конечно, должен был выбить мяч. Не в своего, а куда-то. Снова будет навес. И получилась передача на сервис у француза. Но на подборе снова шотландцы. Удары издали. Рэй Билл не точно для нас хорошо устраивает. Итак, начало второго тайма. Слева ворота Клосса. С права ворота Акинфеева. Оли. Олич. И удар поворотом на себя принимают удар защитники шотландского клуба. Ну, да. Олич на таком... Когда нет пространства, он не столь опасен. И сейчас, конечно, долго очень он думал, что ему делать с мячом. И когда решился пробить, уже перекрыли этот удар. А вот Ерошек с мячом. Хорошо. Здорово. 2-1. Да. Вот это класс проявил Иржи Ерошек. Красивый гол. Здорово все сделал. На замахе убрал. И пробил очень четко в дальний угол. Тихой Ерошек разобрался с обороной Глазга. Посмотрите. Да. Вот повторный. Здорово пробил-то. На замахе ушел от... 21-го номера от Мориса Росса. И пробил просто здорово. В дальний угол. Притирку со штанги. На 46-й минуте счет становится 2-1 в пользу ЦСКА. И опять у армейцев не было. И сейчас пришел мы... Вот мы повтор видим, как Ерошек здорово забил мяч. Надо попасть еще было туда. Небольшую дырку, которая там была. И снова... Вагнера не хватает буквально там секунды. Мобильности, скорости. Потому что не привык он к таким... Сымак пытался пробить. Не привык, ладно. Бразильский чемпионат, да, там не так играют. Не так жестко и не так быстро. Но как-то упустил сейчас Жирков. Ох, как. Паршот туда летел. Жестко так сыграл. Но вот это ни к чему. Это ни к чему. Я думаю, Сандер, что надо успокоиться сейчас. Ну, шемберс получает предупреждение. Вынужден был просто отвечать. Ну, ну что, было. Да, был торчок. Это не было никакой грубости. Разыгрывает мяч. Олич. Ох, неудачная передача была. Ой, как неудачно. Багнер! Ой, ой, ой. Надо сказать, что шотландцы в обороне играют тоже. Черт. Молодец. Отдай Симаку. Вложение в ней играет. Гусев обсагит. Лично это было, да. Отдай Сереже Симасоги. На перехвате играет. Виньяль. Нет, не точно. Да, на этот раз пас неудачно. Неудачно, надо сказать. Рэй, навес. Прошо. Будет бить. Бросается под удар Шемберс. Кагусев был. Там было двое, а мяч на себя Шемберс. Главное, что это Олич был. Хорошо, Прошо. Там тоже Хорват. А вот хорошая передача. Мол, Вагнер. И поворотом. Ну что ж. С левой в удары получается у Вагнера рабочая нога. По-моему, правая не очень не удается исполнить технический прием. А сейчас левый в дальние вилки так хитро. Но Симак. Ах, хорошо было. Не туда, не туда. Олич не туда открылся. Я думал, правильно ему давал. Пойдет по флангу. Это пытаться. Один Владимир. Правильно. Хорошо под себя. Ходи. Нет, не стал ходить. Но тоже правильно. Хорошо. И роста не хватило Симаку. Чуть-чуть позицию. Мяч пробежал. Кучка удобная, чтобы ударить. И поэтому удар такой получился. Видите, уже пришлось наклоняться в сторону. Надо тянуться за мячом. Орвеладзе с мячом. Будет бить хорошо Шемберас. Хорошо. Кенкиев спокойно мяч этот ловит. В половине поля. Левен Кранц. Будет бить, пускай бьет. Так нам не страшно. Все. Нагружает, кстати, Жиркова. Понимаю, что это не самое сильное звено в обороне. Ох, как сейчас. Сейчас повезло. Балис Мцельская. Парень 50-ка новая. Да? Просто не попал по плечу. А так один был. Вот повторно мы видим. Жирков боится играть близко сейчас с игроком. Да? Все время держит дистанцию. И за счет того, что нет плотности. А штрафной заработал, ладно. На заработал обороны, особенно центральный. Вот центра обороны не хватает скорости. Ох, момент. Браво, Штефан Клосс. И здорово бил сейчас Гусев. В принципе, в тот угол, где вратарь обязан был стоять, находиться. И он там и отбил. Правда, мяч был в угол направлен. В нижний. Но правильно Клосс позиционно сыграл. И изнутри он видит там лучше. Он знает возможности своих игроков. Ох, опасно как, да? Да. Не сумел достать мяч Березуцкий. Жирков выполняет штрафной удар. Смотрим. Не достает до мяча, по-моему, Ерошек. Рахимич пойдет вперед. Здорово. Хорошая передача. Да, передача была хорошая. Но там тяжело было атаковать с этой позиции. Еще на год, причем достаточно сильный. Момент. Да, сейчас отбились, можно сказать, отбьют. Потому что шотландцы раскрываются. И оборона у них не самое сильное место. И мы видим, что моментов у армейцев было до... Жирков ждет партнеров. Ищет партнеров. Пробить надо. Правильно. И вперед на подбор. Чуть-чуть не остановился, не успел к мячу. Здесь надо сейчас... И на подборе. Хорошо выбили. Хорошо. Как оторвался сейчас Мова. Мова как будто разбегается с глубины поля. Передача. Прикрыть, прикрыть. Сейчас надо шотландцы. Здорово, Оди. Я думаю, что Оди сегодня лучший игрок в матче, по-моему. Даду выиграет борьбу. Да, выиграл. Руками сыграл. Основного времени в матче. А вот гол Ярошек ему смотрит пока. Да, блин. Здорово он сейчас. Да. Разыгрался. У него чердиогия. И снова будет передача. И снова... Я думаю, что не точно. Случилось. Оба тайма здорово начинали армейцы.